Если вы вспомните вот даже дискуссию в этой студии неделю назад, то представители коалиции говорили на все предложения в отношении индексации доходов граждан, говорили о том, что это популизм. Причем, как бы, когда они голосовали за бюджет в первом чтении, и когда в этом бюджете было повышение депутатских заработных плат, то тоже, как бы, никто этого не заметил. Сейчас, буквально после голосования, премьер говорит, не, это все случайно, повышения зарплат не будет, и буквально через несколько дней говорит о повышении минимальной заработной платы. В принципе, если так говорить, ну, постараться объективно, то в этом есть позитив, безусловно, потому что определенному количеству граждан это увеличит доходы. Но в этом есть масса подводных камней, как говорят, были и недостатки. Этих недостатков намного больше, чем достоинств. В первую очередь, это реальная индексация всех социальных выплат, которые привязаны к минимальной заработной плате. Это, там, так называемые, мамочки на деньги, там различные выплаты, этого нет. Второе, нет реальной индексации пенсии, а пенсионеры на сегодняшний день самые социально незащищенные слои населения. В-третьих, если мы, вот тот проект бюджета, который внесен, я прошу прощения, изменения в проект бюджета, которые внесены оппозиционным блоком, они предусматривают целый ряд шагов. В первую очередь, это реальная оценка макроэкономических показателей и на этой основе увеличение доходной базы. Второе, это сокращение расходов бюджета. И самое главное, что мы должны понимать, что 3200, вы только что об этом краем сказали, 3200 это не тот уровень, это не прожиточный минимум на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok